МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Суседи и деловые партнеры. Сегодня у Гомеля прошло посаджение Межурадовой Белорусско-Украинской комиссии по пытаниях гандлево-экономичного супрацовництва. Каб земля не пуставала. Эффективность выкорыстания участков после взносу старых будинков проанализовала комиссия областного совета депутатов. Ахвяры войны. Одно з найбуйнейших похований часов Великой Айчинной зноедено под Гомелем. Шлях до ужиней у 65 годов. Белорусский державный университет транспорту отзначает юбилей. А зараз об этом иншим больше подробязна. Сегодня у Гомеля обмерковали пытание больше тесного белорусско-украинского экономичного супрацовництва. Головная задача – в наступном годе выйти на 8 миллиардов долларов огульного товарооборота. Ход перемол и принятые рашенни у материале Олега Синцерова. По часу работы первого форума региона Белоруссии и Украины в институту Громадско-культурного центра отбудется самое массовое мероприемство. 25-го кастречника тут пройдет великий концерт с удалом больше 500 белорусских и украинских артистов. А сегодня за два-три дня до этой падеи тут же отбылось 26-е посажение Межурадовой комиссии по гандлево-экономичному супрацовництве. У членов делегации «Добрый настрой» и для этого есть подставы. Летость товарооборот по меж Белоруссии Украины перевысил 4,5 миллиарда долларов. Это плюс 20% у поравнания с попередним годом. По выниках восьми месяцев 2018-го покажет Кляш-Щелевш рост больше как на 24%, а лея это не межа. В наступном годе товарооборот по меж Краинаме повинен досягнуть 8 миллиардов долларов. Такую задачу поставили президенты двух Краин. Отрасли, которые являются ключевыми в этом отношении, это машиностроение, это энергетика, это агропромышленный комплекс. Мы увидели узкие места, которые сегодня нам не позволяют быстро достичь этих эффектов. Это в первую очередь транспортное сообщение, это возможность уменьшения тарифов по поставке и самое главное ценообразование, как говорится, на нашу продукцию. Поэтому вот именно на этом и была сосредоточена комиссия. В первую очередь цель, вторая узкие места, которые нам надо решить для того, чтобы достичь этой цели, ну и самое главное абсолютная компетентность и профессионализм обоих сторон. Я это отметил во время переговоров, потому что мы не просто, как говорится, говорили, как, знаете, в сторону монолога, а четко-четко ощутили диалог, и самое главное, мы сразу на те проблемы, которые возникали, получили возможные варианты решения. Кировники суместной, межурадовой Белорусско-Украинской комиссии по гандлево-экономическому супрацовнисту кажут, что бодай самая головная тема посаджения, обмерковать те питания, которые станут актуальными на первом форуме региону Белоруссии и Украины, супрацовнисту о галине вытворчей кооперации на взрослых химичном секторе, сельской господарки, будаунисту с допуском на украинский рынок белорусских материалов. Крехов позднее, члены межурадовой комиссии означать, это был диалог, когда баки чуют и разумеется один одного, и, как огульный выник, это было поспеховое посаджение. Мы внесли небольшие корректировки в части усиления гуманитарного сотрудничества в вопросах медицины, науки, определили четкие параметры, которые нам нужны для достижения, поставленной главными государств по товарообороту. Самое главное, что мы слышим обе стороны друг друга и видим, что нам удастся решить эти вопросы, потому что нету ни понимания, ни с одной, ни с другой стороны, не понимающих вопросов или которые бы были нерешаемыми. Вот, пожалуй, главный итог сегодняшней нашей встречи. Постоянная комиссия по экономице, бюджете, финансах и коммунальной властности областного совета депутатов наведала Ветковский район. Головная тема выездного посаджения – эффективное выкрыстание земельных участков после взносу старых и пустующих будинков. Удел в мероприемстве приняла и наш корреспондент Ганна Коральчук. Что делать, когда объект уже выставлялся на аукцион, но его не купляют навод за одну базовую увеличенню. И он не потребный ни державе, ни инвестору. Вызти одно – земли передаются сельхозназначению. И те населенные пункты, где на сегодняшний день после взноса земли продаются с аукциона и там строится жилье. В городе на базе Белтелекома уже построен микрорайон, где проживают и молодые специалисты, и многодетные семьи. И строительство продолжается на сегодняшний день. В том числе построены объекты торговли. Отдать землю под лес, або усе возворот. Грошение залежит от того, где именно в это размещенный участок и в каком он станет. Один из остановочих прикладов в районе – фермерская господарка у Весцы Барки. Четыре года тому предпринимательники набыли тут площадью 17 гектаров для особистых окрыстания и ведения бизнеса. За первой цеплицей господарки растут дурницы, тюльпаны и петунии, туи и блакитная елка. Продукцию поставляют по Белоруссии в Россию. Вызволенные участки сельсоветы могут упорядковывать в якости местного отпочинка, спортивных и детских пляцовок. У Весцы Даниловича, например, побудовали церкву. Действительно, наводится порядок на земле, снесено ряд зданий, которые не используются, как частных, так и государственной формы собственности. Но радует то, что вот сегодня мы послушали председателя Совета, что не только сносится, но и возводится. Распахиваются поля, как мы сегодня ехали, ведь идеальный порядок. Усягон и територия Гомельской в области после сносу старых объектов уведена у господарчий оборот больше, как 100 гектаров земель. При этом, недобрые упорядкованные площади, которые примыкали до будинка, сегодня мают совсем инший выгляд. Например, неплодоносные сады выкарчевывают, территорию засадживают сельско-господарчими культурами. В зависимости от человеческого фактора, от той личности, которую руководит либо организацией сельскохозяйственной, либо территорией, зависит и конкретный результат. И вот поездка в целом по территории Ветковского района как раз таки наглядно показала, кто как умеет работать в силу тех или иных обстоятельств. Праца по передаче вызвольных земель послезносу старых и пустующих будинков протягнется и далее, али разом с этим измочнется контроль за выкаристанием участков, утягнутых у оборот ранее. Гана Коральчук и Гармарыщенко отеля радио-компания Гомель из Ветковского района. Одно из наибойнейших похований у Великой Айчинной войны знайдено под Гомелем. Его выявили мясовые жахары. До справы подключились войсковцы. Знайдены останки коля сотни людей. Однако, по воде попередней оценки, лик может исти на тысячи. Братская могила тягнется Амаль на километр. Работы продолжатся до конца Кострычника. На место раскопок побывали наши корреспонденты. Мой отец жил в этой деревне Красной. Когда началась война, он где-то на поле, находился недалеко от этого места, подъехало несколько немецких машин, высадили людей, военнопленных. Когда раздались автоматные очереди, он испугался, спрятался. Когда немцы уехали, он вернулся к этому месту и увидел, что еще один солдат жив. И он попросил, чтобы, когда это закончится, пусть их похоронят. Потому что отец уже ничем не мог им помочь. Обязание, даденное солдату, выканал у Владимир Котов. Некольки годов тому купил архивные аэросдымки. На фото докладно-башная траншея, у которой упадали люди. Мужчины звернулись до местовых уладов. Справа срушилась. Весной этого года войсковцы пошли разведку на местовости. Зараз идет стадия активных раскопок. При работах найдены в черепах человеческих пулевые отверстия, то есть пули 9-мм, гильзы от МП-40, то есть производства Германии. Как говорит о расстрелах, потому что найдены и гильзы, и пули. С початку пошуковой операции подняты останки больше, как 90 человек. Среди их с 20 войсковцы. Остатние – мирные жахары. По водлях историчных звездок, у початку войны на этом месте люди сами выкопали супрастанковый ров, який стал для их братской могилой. Массовые расстрелы проходили в 41-м, когда немцы заняли село Красное. Але докладное место удалось установить только про 77-м году. Могила Ахвяр войны долженюй о малю километр. После войны я ее зрауновали с землей. Сегодня же хары Красного потягнулись до места раскопок, как пропоновать допомогу. Кто техникой, кто рабочими руками. Я живу здесь с самого рождения. Местные жители старожилы говорили, что трасса, которая проходит здесь, она стоит на костях. Тяжело представить ужасы этой трагедии. Поэтому мы участвуем, помогаем. Останки загинувших плануют перепоховать по всіх правилах. А мясовые жители марки, чтобы на этом месте узвели мемориал в память о бахвярах войны. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Белорусский державный университет транспорта означает 65-ти годы. Гомельское ВНУ обеспечивает кадровое и навыковое сопровождение развития транспортной сферы нашей краины. Рашение об открытии инженерного института в заходной часы Советского Союза Совет Министров приймал в послевоенный час. «Гомель» был разбуранный. Не гопало специалистов и керавников. Новая навыковая установка должна была вырешить эти проблемы. Для итогов ее становления находятся навыковцы из всех былого Советского Союза. Сейчас белдут буйны в учебно-науково-вытворческий комплекс. Сирот его выпускников, министры, керавники белорусской и российской чугунок, державные деятцы и депутаты. Тих, кем ханарыцца университет, запросили на святочные урочистости. Сегодня удельники открыли международную конференцию. Сейчас президент поставил на втором съезде ученых перед университетами задачу обеспечить развитие экономики индустрии 4.0. И, соответственно, университет тоже должен быть. Университет 4.0. Так вот, по некоторым направлениям мы этому соответствуем. Это когда помимо учебы, помимо научной работы у нас есть свое производство. В данном случае идет речь о том, что это производство услуг. В составе университета есть научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, есть центр испытательной железнодорожной продукции и орган по сертификации. Мы оказываем услуги не только для предприятий для железной дороги Белоруссии, но и для других стран. Завтра у Белдуте пройдет одразу несколько мероприемств. У Тымлику открытие новой лаборатории, ушанование супрацовников и святочный концерт. Гомельские нотариусы завтра бесплатно проконсультуют шмадетных мам. Доброчинную акцию промерковали до Дня Мати. Его в нашей краине значить в ближайшую неделю. Напередо Дни Свята жанчины, которые выховывают троих и больше детей, бесплатно смогут вернуться в любую натариальную контору альбо бюро в области. Все адресы можно найти на сайте белорусской нотариальной палаты. У хамельчан и гостей города з'явилась мягчимость ближай познайомиться с богатой и самобытной культурой Кореи и докрануться до ее традиций. У кинотеатра «Мир» сегодня открылись одни корейского кино. Киноматрам пропонуют три сучасные корейские фильмы, розные патематы ци жанрах, якие завоевали поспех глядачоу не только на родземе, але и далеко за яе межами. Усе представленные киностушки супроводжаются русскими субтитрами. А кроме знайомства с картинами, гости фестивалю смогут очуть атмосферу корейской культуры. У холи кинотеатра будет гучать музычное супроводжение. А кроме того, тут представлены выстава национальных лялек фотосдымкау. Завтра глядачы убачат семейную комедию самая звычайная пара режиссера Алле Дока. А у субботу 13-го кастричника кинофестиваль завершит драматичная комедия Кен-Джу, над якой працевал знакомитый режиссер Джан Лу. У выходной киносеансы вольны, початок о 18-й ходине. Король музычных инструментов. У Гомель отбился концерт арханной музыки. Выступление лауреата международных конкурсов спевака и музыканта Валерия Шмата супроводжал камерный хор под кировництвом Олены Соколовой. Концерт проходил у камерной зале Палаца культуры чугуночников, акустика якой выдатно подыходить для архану. Слухачи смогли почуть латинь, итальянская бельканта, немецкую, польскую и исходне славянскую мовы. Кроме классики Валерия Шмат выполняет и властные творы. Он является автором музычных спектаклей, кантат и детских пьес. Есть технические творы, они складаны потому, что нужно очень худко играть. Организм играет не только руками, на клавиатуре, но и ногами. И координа свои деяния руками, что больше складано донести творы, которые не владеют такой техникой, но имеют приятную гармонию, мелодику. И тут вся справа не в технице, а в души органиста. До речи, музичный инструмент Валерий Шмат спроектовал самостоянно. В делу его выработки приняли народные мастеры. Сучасная техника позволяет передавать гуки органа с помощью акустичной системы. Это и а так и и и вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельском районе при проведении земляных работ найдена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. После возведения кровли гаража построенного во дворе собственного дома по улице Ленина в деревне Костюковка хозяин с помощником взяли за рысье смотровой ямы. В какой-то момент острие лопаты среди суглинка наткнулось на металлический предмет. При дальнейшей раскопке стало понятно, что работу на некоторое время придется приостановить. Начали копать смотровую яму в гараже. Копали-копали и наткнулись на что-то металлическое. Стали подкапывать. Оказалось, что-то взрывоопасное. Немножко обкопали и увидели, что снаряд довольно-таки больших размеров. Поэтому все оставили и вызвали саперов. Прибывшие саперы войсковой части 55-25 подтвердили, что предмет взрывоопасный и большой мощности. Авиационная бомба пока осталась на месте. Ее извлекут и ликвидируют специалисты из Минска. Сразу два владельца двухколесного транспорта марки Хорс попали за прошедшие сутки в ДТП. Первый случай произошел в Реческом, второй в Будокошелевском районе. Водители госпитализированы. В первом случае перед мопедом выскочила собака, в лицо тысячевого водителя. Мопед не справился с управлением и прокинулся на проезжую часть. Во втором случае водитель мотоцикла не предоставил преимущества движения другой автомобиль Toyota RAV4. В Мозере микроавтобус Volkswagen сгорел за несколько минут прямо на глазах у хозяина. Инцидент произошел накануне недалеко от городского рынка. По словам очевидцев, сперва дым пошел из моторного отсека. Водитель попытался ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, но пламя перекинулось в салон. Как только водитель открыл двери, внутри все заполыхало огнем. Сразу несколько человек с огнетушителями пытались погасить пламя, но безрезультатно. Спасатели прибыли на вызов достаточно быстро, но огонь к этому времени уже успел изрядно повредить автомобиль. Несчастный случай на производстве, приведший к смерти работника, зарегистрирован в Гомельской области. В Рогачеве на территории битумного завода в результате утечки расплавленного битума из резервуара ожоги первой третьей степени тяжести получил сторож этого предприятия. Мужчина был доставлен в районную больницу, однако накануне вечером от полученных травм скончался. Рогачевским РОСК на предприятии изъята документация по охране труда и другие документы, имеющие существенное значение для проводимой проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза погибшего. Такой обзор в пришествии к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб не стал особых проблем в очередном матче чемпионата Беларуси. На домашнем льду Рейси уверенно обыграли молодежку, забив по шайбе в каждом из периодов. Хозяева достаточно долго раскачивались и воплотили игровое преимущество лишь на 11-й минуте. Своим голевым шансом воспользовался Юрченко. Следующее взятие ворот гостей было зафиксировано уже во втором периоде. Отличился Хузеев, а в начале заключительной трети точку в матче поставил Житких. Эта победа позволила Гомелю закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится в субботу также на домашнем льду. Соперник молодечно 2018. Тем временем мужская команда гандбольного клуба Гомель продолжает свою неудачную серию. Подобечные Сергея Цыганкова не смогли выйти победителями в матче против аутсайдера сборной 2000 года. Первая половина игры получилась равной, но все же на перерыв гомельчане ушли с небольшим отрывом. Преимущество было в два мяча. Во втором тайме хозяева площадки продолжили забивать, правда при этом пропускали не меньше. И в итоге финальный свисток рефери зафиксировал ничью 34-34, что безусловно назвать положительным результатом никак нельзя. После матча Сергей Цыганков отметил, в определенный момент команда успокоилась и соперник почувствовал, что можно забивать. Игроки попросту перестали бежать и выполнять установки тренера. И возможно это худшая игра в чемпионате. Завтра в Тбилиси стартует первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Соревнования продлятся до воскресенья. В составе национальной сборной команды Беларуси выступит воспитанник Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств Артем Шестопалов. Посмотреть трансляции поединков можно будет на сайте Европейской Федерации Самбо. А в Анапе стартовал юниорский чемпионат Европы по боксу. В состав сборной Беларуси вошли представители Гомельской области в четырех категориях. Александр Каревский, Владислав Новиков, Даниил Мороз и Ирина Виноградова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.